Перехожу к гораздо более простым, гораздо более понятным определениям чисел Фибоначчо. Второе определение – разрезание полоски ширины 2 на доминошки. Господа, я сейчас начну с того, что нарисую просто несколько полосок. Полоска из двух клеток – это тоже полоска. Дальше бывает полоска 2 на 2, дальше бывает 2 на 3. Между прочим, 2 на 3 я нарисую сразу в нескольких экземплярах. И 2 на 2 тоже я нарисую в двух экземплярах. А вот эту я сразу нарисую в трех экземплярах. Зачем? А вот зачем. Меня интересует количество способов разбить эту конструкцию на доминошки. Ну, здесь очевидно, что способ один-единственный. Здесь способов два. Так, ребята, дело в том, что, конечно, если бы у меня на доске была возможность, кстати, иметь какого-то фантастического художника, который бы быстро рисовал доминошки, я бы делал по-другому. Но надеюсь, что вам такая система обозначений вполне понятна, да? То есть вот две вертикальные доминошки, здесь две горизонтальные. Давайте посмотрим здесь, что у нас есть. А очень просто. Может быть, что две доминошки вот так вот лежат, и одна вертикальная остается. Может быть, что одна доминошка вертикальная, после этого есть два варианта. Либо, 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 либо вот так, и тогда все три стоят. Либо же эти две горизонтальные. В общем, лучше меня не слушать, а просто нарисовать картинки. Вы увидите, что никакого другого способа не существует. Так, ребята, категорическое сейчас требование картинки рисовать. Потому что если... Нет, ну реально надо достать бумагу, клеточку. Давайте, давайте, давайте. Потому что вам кажется, что все это очень просто, но если вы будете это сами рисовать, все это пройдет совершенно беступно. И наоборот, ребята, заметьте, я даю много определений. Это я даю не просто потому, что мне захотелось, а по очень простой причине сюда приходят разные люди. Кто-то из них поймет все определения, молодец. Кто-то, там, еще не очень хорошо подготовленный, поймет там одно из семи определений. Ну, замечательно, это уже результат. Человек чему-то научился. Но если не пытаться, то ничего не будет. Итак, количество способов. Давайте я напишу. Очевидно, что когда единица, то один способ. Здесь два. Три способа. Некоторая проблема с тоской. Рисую полоски размером 2 на 4. Кстати, в каком количестве я их рисую? 4. А на самом деле? А почему 5? Вот это вот один, это два способа, а вот это три. А следующее число? 5. Да. 5. 5, конечно. Когда нужно хватать, это еще и число, а не хватает. Ну, нет, надо сейчас понять, почему их нужно хватать. Это еще доказывать надо. Ну, а тем не менее, тем не менее, давайте смотреть. Раз, два, три. А то, что я не очень ровно, надеюсь, вы меня простите. И имеете в виду, что все клетки на самом деле у вас. Поклеточные бумаги все одинаковые. У меня тогда все многие клетки будут неровные и так далее. Пожалуйста, не вращайте на это внимание. И наоборот, у себя в тетради обязательно рисуйте четкую поклеточку. Не обязательно очень красиво, либо успевать, но обязательно поклеточку. Тогда у вас в любом случае будет понятно, что вы там нарисовали. Но 5 способов – это уже довольно большое количество. Поэтому я, если буду просто так, то, может быть, запутаюсь. Ну, наверное, на 5 еще не запутаюсь. А вот когда способов будет 21 или 34, то уже запросто запутаюсь. Нужна какая-то система. Система я предлагаю. Если вы хотите на верхнюю левую клетку, хотите на правую и нижнюю, хотите на правую и верхнюю клетку. Какую-нибудь одну угловую клетку. И говорим, что это угловая клетка или покрыта горизонтальной доминошкой, или вертикальной. Ну, давайте, например, посмотрю на левую верхнюю. Смотрите, если здесь доминошка работает вертикально, так лежит, такая двеношка. То на самом деле от всей картинки остался прямоугольник размером 2 на 3. А задачу для 2 на 3 мы уже решили. И мы уже знаем, что там 3 ответа. А если мы знаем, что здесь 3 ответа, то автоматически мы можем, просто ни о чем не думая, перерисовать. То есть, надо взять вот эту картинку и нарисовать ее сюда. Итак, 2 вертикальные, 1 вертикальные. Хорошо. 2 вертикальные, 1 вертикальные. Дальше все 3 вертикальные, дальше вертикальные и 2 горизонтальные. Хорошо. Теперь игра идет по-другому. Что будет, если верхняя левая клетка попала в горизонтальную доминошку? А очень просто. Под этой доминошкой расположена нижняя левая клетка. И невозможно положить иначе, как горизонтальная. Значит, в таких вариантов 2, поскольку для доски 2 на 2 мы уже все сделаем. То есть, или рисуем 2 горизонтальные здесь, или рисуем здесь 2 вертикальные. Вот они. 5 способов. Заметьте, пожалуйста, я не поменился и нарисовал все эти 5 способов. Боюсь, что не стоит мне сейчас прямо рисовать все 8 способов для полоски размером 2 на 5. Просто пытаюсь. Что? Нет. Что-что? Ну, а если рисуй. Нет, ну тут вопрос, что-то за эти пожелания клиента, потому что у нас просто тогда не хватит времени на другое. Дайте голосование. Дайте голосование. Кто за то, чтобы рисовать 2 на 5? Понятно. Понятно. Клиенты у меня такие. Да тоже. Знаешь? Нет, ребята, это сами попросили. Я не виноват. Я не виноват. Значит, рассказываю, что я сейчас должен делать. Я сейчас должен рисовать такие полоски каждое из пяти клеток. Пожалуйста, вы читали быстро, потому что, честное слово, у нас есть другая работа сегодня. Между прочим, вот это очень важная вещь, что большинство из вас, как и абсолютно предполагающее большинство, приколосовало за то, что вы все делаете. Ребята, на самом деле это у меня вселяет очень большие надежды. Когда вы получите математику, обязательно надо первые примеры не просто разбирать, а разбирать их с абсолютной подробностью, полностью-полностью, чтобы понять это совсем-совсем до конца. Потому что, когда сложные вещи, может быть, вы поймете, не поймете, поймете потом, а если не поняли простейшие вещи, то все, для вас уже вообще закрыта и вся математика, и вообще, кстати, я все уже рисую. Вы помните, что у нас был первый способ с кроликами? Слушайте, а не уже эти штуки, они похожи на кролика. Это же кролик. Это самый, что ни на есть, настоящий кролик. А кролики размножаются. Ребята, сейчас начинается даже не 18 плюс, а 59 плюс. Мы сейчас увидим страшное. Как эти картинки нарисовать здесь? Если мы знаем, что объектов я вам обещал, вы просто не думали, что это я серьезно обещал, но я это обещал. Объекцию я обещал, ребята. Это значит, что у меня должно быть какое-то соответствие между объектами на этой доске и объектами вот здесь. Давайте фантазировать. В конце концов, не обязательно сразу рисовать все восемь вариантов. Давайте фантазировать, где вот эта штука может располагаться в этом слове. На самом деле она может располагаться вот здесь. И смотрите, что должно произойти. Из этого прямоугольника, во-первых, он должен сам остаться, но стать старше. Это интересно, что такое старше. А во-вторых, должен возникнуть молодой веселый прямоугольничек. Так, я понимаю, что сейчас будете фантазировать. Ребята, все очень просто. Стать старше, это значит, к тебе спереди пририсовали вот такой вот металлим прямоугольничек. Что такое стать моложе, это интересный вопрос. Это мы сейчас обсудим. Но давайте подумаем, получится или нет. Вот эта штука стала старше. Нормально. Вот эта была молодая, это стала старой. А вот отсюда... Что? Нет, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Наоборот, вот эта у нас должна была быть... Извините, это должна была быть старой. Я ошибся. Это старая, и она постарела. А вот теперь мы видим такую забавную вещь. Из старой получилась вот такая молодая. Сейчас мы разберемся. Процесс, на самом деле, очень простой. Лишь бы нам это... Лишь бы нам это понять. Вот смотрите. Здесь этих две. И здесь этих тоже две. А это... Вот что означает. Вот эта молодая постарела. То есть к ней перерисовали такую штучку. А вот эта старая, во-первых, она просто чуть-чуть постарела. А во-вторых, вот эта молодая. Если вы не сформулируете, как это происходит, то тогда мы дальше легко сможем. Смотри, вы можете сформулировать? Когда у нас есть любая картинка, вот такая вот, любая здесь... Что значит, что она постарела? Что к ней надо пририсовать? Да, говори. Слева одну доминошку вертикально. Так? Отлично. Господа, вот значит, отсюда... Давайте так, я их пронумеру. А, Б, Б. Хорошо? Из А при помощи пририсовывания получается вот это. Согласны? Да. Замечательно. Из Б получается вот это. Из В получается вот это. Отлично. А вот дальше интересная штука. Некоторые из них были старые, некоторые молодые. Чем отличаются старые от молодого? У молодого здесь горизонтально лежащие, а у старого вертикально. Соответственно, из этого ничего не получишь. А здесь процедура такая. Надо взять и убрать вот это немножко, заменив ее на две горизонтальные. Что у нас получится из В? Из В получится горизонтальные, горизонтальные, две вертикальные. Вот это вот давайте назовем В-штрих. Это такой потолок, молодой потолок В. Из В получится две горизонтальные, две горизонтальные. Получится В-штрих. А теперь давайте быстренько все поймем. Все на самом деле очень просто. Вот эта штука превращается в... Превращается в... Пририсовывание вертикальной. Пририсовывание вертикальной. Дальше идет вертикальная, две горизонтальные и вертикальные. И преобразование, которое делает вот так. Вот эта вертикальная превратилась в две горизонтальные. Здесь две горизонтальные и одна вертикальная. Так, я быстренько рисую стрелочки. И здесь пишу буквы М. Вот это вот у нас М. А это наоборот у нас буква С. Заметьте, а с чего это началось? С того, что вы попросили меня аккуратно нарисовать все картинки размером 2 на 5. Если честно, я не хотел делать. Я хотел вам рассказать, что пробелись чуть-чуть позже. Но уж если вы сказали, что готовы рисовать все картинки, то почему бы мне это не рассказать, да? Итак, рисуем дальше. Что такое составились четыре вертикальных? Да просто пририсовали им еще одну вертикальную. Отлично. Что такое появился потомок? Здесь две горизонтальные и остались три вертикальные. Отлично. 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 Теперь здесь пририсовали вертикальку. Значит так, три вертикальные и так. И преобразовали в две организации появления молодого. Это появление старого. Вот эти все старые, это, естественно, молодые. Так, на самом деле недолго, недолго осталось. Почему недолго осталось? А потому что вот из этих невозможно делать молодых. Чтобы появились молодые, нужна вертикальная. Соответственно, здесь всего лишь вот так. А именно, пририсовываем слева вертикальную доминошку. И все. И здесь то же самое. Прилисовываем вертикальную доминошку. Дальше две горизонтали и дальше две вертикальные. Отлично. Так вот, господа, сейчас мы не просто доказали, что ответ в задаче о разрезании полосы фонария, такой же, как в задаче о слове фонария, число фонария, мы доказали, что существует естественное, взаимно однозначное соответствие. То есть, вот это самое дерево, которое там нарисовано на правой доске, там, где буквы М, С и так далее, можно перерисовать аккуратно вместо букв, нарисовав картинки. Вот единственное, в самом верху вы ничего не будете рисовать, а дальше, там, где буква С, будет нарисована вот так вот такая штука, ну и так далее, так далее. Отлично. Отлично. Мы разобрались с вторым определением.